МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они пытались на домашней площадке сломить сопротивление пензенского «Дизеля». Оба коллектива входят сейчас в лидирующую группу первенства ВХЛ. А потому матч между ними стал центральным в туре и самым боевым. Подробности ледового сражения в репортаже Дмитрия Вороновнина. Удивительный факт. Идущий в группе лидеров ВХЛ пензенский «Дизель» Клуб практически банкрот. В самый разгар сезона команда лишилась спонсоров и даже минимального финансирования. Еле-еле сводят концы с концами. И к чести ижевских болельщиков они весь матч поддерживали не только своих хоккеистов, но и «Дизель», желая ему выкарабкаться из ямы. Тяжелые, да. Ни формы, ни клюшек, ничего. Если клюшка есть, то составим. Ну, так я шутки в это не пишу. Непростые времена. Я думаю, у каждой команды, наверное, непростые времена. У нас есть свои проблемы. Но я хочу поблагодарить ваших болельщиков за солидарность, что поддерживаете в тяжелую минуту наш клуб. На этот матч пензенцы наскребли и форму, и клюшки, и сражались как львы. Всю игру настырно сдерживая многочисленные атаки столеваров. Скрыть оборону «Дизеля» и «Штале» удалось лишь один раз. Отличился Ильнас Загитов. Но и победа с счетом 1-0 очень важна для хозяев. Они вновь единолично возглавили таблицу ВХЛ. Поздравляю своих ребят, тоже выполнили задание с первой до последней минуты. С такой командой играть тяжело, потому что больше уделяют внимание обороне. Вот, скрывать сложно. Ишталь теперь на первом месте с 49 очками в копилке. И у тренера есть повод подвести промежуточные итоги. Сыграна ровно половина регулярного чемпионата. Она, Андрея Разина, порадовала. Прошел первый круг. Мы сыграли со всеми. Ну, не первый круг, а... Каждая команда с каждой уже разочек сыграла. И то, что мы в лидерах, я тоже ребят своих поздравляю. Поздравляю и жестко болельщиков. Свой следующий матч Ишталь приведет теперь в субботу в Нефтекамске с местным Торосом. И в продолжении игровой темы. В первом матче 1-8 финала Кубка России имени футболисты Глазовского прогресса дома были разгромлены московскими «Динамовцами» 2-10. И теперь для того, чтобы пробиться в следующую стадию турнира, подопечным Валерия Чугайнова надо совершить чудо в ответном поединке. Он состоится в пятницу в Москве. Прогрессу необходимо побеждать с разницей в плюс 8. Волейболисты 6-й ижевской спортшколы в это время съездили в Пензу на международный турнир «Локавалей» и заняли там почетное седьмое место. Для подопечных Владимира Лукина этот старт стал этапом подготовки к первенству страны, которое уже не за горами. Оно стартует 6 декабря в Самаре. А дворец спорта «Металлист» тем временем оккупировали самбисты. Они провели там турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо. О его героях прямо сейчас. Подсечка-бросок – новая атака. У каждого самбиста свой индивидуальный стиль боя. Одни больше выжидают, другие постоянно ведут атаку, не давая сопернику ни секунды отдыха. Именно этой тактике следовал рукопашник Андрей Аргушин. Это опыт, новый опыт. И потом моя боевая дисциплина пересекается с данной боевой дисциплиной. Броски, в общем-то, некоторые правила только различаются. А так в целом это развивает. Постоянно атаковал соперника и Игорь Хасанов. Своего оппонента он уложил в считанные секунды. Хотя увлекся самбо, 43-летний атлет, всего три месяца назад. Силы, мужество, здоровье самое главное. А до этого вообще хоть чем-то занимались? Да? Чем? Бегом. Спорт – это здоровье прежде всего. А будет здоровье – будет все. Такие соревнования проходят регулярно, причем всегда массово. Участники съезжаются практически со всех уголков Удмуртии. А обслуживают этот турнир около 30 специалистов. Это и судьи, и медицинские работники. И у тех, и у других дел не в проворот. Врачу Александру Скрябину к этому не привыкать. Он свое дело знает и очень хорошо. Спорт – он, ну, травма опасен, да. Но для этого есть меры безопасности, которым тренеры обучают. В самбо, в дзюдо, в частности, все обучают страховкам. Это различным. Ну, а мы для того, что если что-то происходит, помощь оказываем. Вот это пока первый случай был такой, вот серьезный, по крайней мере. Ну, два уже было. Два было так вот. С кровью два случая. Остальные же участники травм не получили. Все отработали на татамино отлично, получив награды и подготовившись к важным турнирам. Уже всероссийского уровня. Состязались единоборцы в этот день и в поселке Игра. Собралось их там более ста человек. Приехали и гости из Нижнего Тагила. Только вот попасть в число победителей им не удалось. Весь педестал почета в общекомандном первенстве заняли местные спортсмены из игры Ижевска. Не поставали спортивные арены и в Ижевске. В девятой школе прошел городской чемпионат по русским шашкам, в котором тоже приняли участие многие сильнейшие спортсмены. В итоге среди мужчин победителем соревнований стал Дмитрий Иглин. Среди женщин – Елизавета Бородачева. Не до отдыха и юным поклонникам игры в бадминтон. Они тоже провели турнир городского уровня в парном и смешанном разряде. И у юношей первенствовали Александр и Сергей Петрова из Печаса. У девочек и живчанки Лиза Гинина и Диана Сычугова. В миксе не было равных вновь Ганиной и Владу Матвееву. Это все новости спорта. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова